15-часовые задержки поездов в Оркутинского направления и слухи о том, что 40 человек были вынуждены томительно ждать в лесу помощи. В Кировской области с рельсов сошел поезд, на месте работают ремонтные бригады. Следователи решают, возбуждают ли уголовное дело. Говорится, что из-за схода товарника никто не пострадал, но по информации некоторых источников, на месте аварии в лесу, в почтовых и багажных вагонах поезда, следовавшего за товарником, который и сошел с рельсов, находились люди, порядка 40 человек. Они якобы 15 часов были вынуждены ждать, пока будет принято решение, что делать с заблокированными путями. В ГЖД эту ситуацию никак не комментируют, но менять маршруты поездов руководители Горьковского подразделения железных дорог сегодня все-таки были вынуждены. Пассажирские составы двигаются со значительным опозданием. Зафиксировано максимальное время задержки, оно составило 15 часов. Пассажирские поезда, задержанные в результате схода вагонов грузового поезда, отправлены по объездным маршрутам. Пассажирский поезд номер 89, сообщением Воркута, Нижний Новгород, был отправлен по маршруту станции Котлас, Коноша, Вологда, Свеча, с выходом на основной маршрут со станции Киров. Задержка пассажирского поезда ориентировочно составит 15 часов. На место аварии прибыли сотрудники следственного комитета. Специалисты на транспорте выясняют обстоятельства происшествия, исследуют территорию, проводят оперативные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При Волжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. В связи с произошедшим, возможно, задержка других составов. Место происшествия осмотрели следователи. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, авария произошла 11 декабря в районе 8 часов вечера в Подосиновском районе на перегоне между станциями Макуха и Лунданка. С рельсов опрокинулись грузовые вагоны. В них находилась алюминиевая руда. Сейчас в ремонте путей участвуют 6 бригад с восстановительными поездами. О том, когда восстановится движение на этой части ветки, ни железнодорожники, ни следователи пока не сообщают.